Дорогие друзья, я приветствую вас на канале Око Таро. Зовут меня Ольга и сегодня я хочу представить вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 10 по 16 июня включительно для знака Зодиака Стрельцы. Уважаемые Стрельцы, хочу напомнить, что гадания имеют общий характер. Поэтому, конечно же, проиграться и срезонировать может не со всеми. Помните об этом. Но я уверена, что какие-то подсказки и советы в процессе гадания для себя все же вы сможете найти хотя бы по каким-то из сфер вашей жизни. Друзья, сегодня я работаю на двух колодах. Основная колода в работе будет классическая Таро Райдер Гэйта. И также в дополнение она будет в помощь Оракул Ленормат, лиловые и вишневые сумерки колода, которую я очень и очень люблю. Друзья, усаживайтесь поудобнее, так, чтобы вам никто не мешал. Постарайтесь расслабиться. И мы с вами начнем легкое путешествие во времени этой недели. Уважаемые Стрельцы и мужчины и женщины, гадания для всех. Друзья, давайте мы загадаем для вас последнюю карту, которая будет на дне колоды, ответом на какой-то ваш вопрос. То есть сейчас вы можете задать картам любой волнующий вас вопрос, который мог бы проиграться в течение этой недели. Вот что-то, что могло бы проиграться в течение этого периода с 10 по 16 июня. Поэтому хорошенько подумайте для себя. И мы сейчас спросим у карт, но ответ вы получите на свой вопрос в конце всего расклада, в конце всего гадания. Итак, друзья, я думаю, что все уже готовы, что все уже задали картам вопрос, что вы сидите комфортно и удобно, друзья. И мы начинаем. Первая карта покажет ваше эмоциональное состояние на начало этой недели. Вторая карта покажет события всей недели, общий фон происходящих событий. Далее, друзья, мы посмотрим ваши отношения в паре, как вы относитесь к своему партнеру. И также мы посмотрим отношения вашего партнера к вам. Возьмем карту для него или для нее. Друзья, теперь также мы посмотрим вашу рабочую сферу. Что будет происходить в сфере вашей работы. Также мы посмотрим, что будет происходить у вас в социуме. Как вы будете общаться с другими людьми. И насколько это общение будет позитивным для вас или негативным. Друзья, вот так вот. И теперь мы возьмем карту, которая покажет ваше настроение, но уже в конце недели, насколько оно изменится. И также, уважаемые стрельцы, мы возьмем для вас карту совета, которая скажет о том, что вам нужно делать, чтобы достичь максимального успеха в задуманных вами важных делах на этой неделе. Друзья, вот последняя карта. Пока мы ее откладываем в закрытом виде. Также мы еще возьмем одну карту для одиноких сердец, для тех, кто еще не вправе. О вас мы тоже не забыли. И обязательно для вас тоже берем карту, пока тоже закрытая. И колоду откладываем в стороночку. Нижняя карта, вы помните, что ответит на ваш вопрос. Друзья, на начало этой недели, на начало этого периода, ваше настроение для вас выпала прекрасная карта Королева Кубков. Конечно, настроение в какой-то степени романтическое, приподнятое, легкое. Вы, я бы сказала, радуетесь жизни по этой карте, наслаждаетесь теми благами, которые у вас есть. Вот вы умеете радоваться тому, что имеете. Вы умеете получать удовольствие от даже маленьких мелочей, которые другие могли бы не заметить. А вы даже будете радоваться просто пению птиц. Вот таким, казалось бы, незначительным, простым радостям жизни, которые не для всех актуальны. И кто-то на это вообще не обращает внимания, на то, как поют птицы. А вы как раз на все это обращаете внимание. И все это радует вашу душу. Конечно же, прекрасное, приподнятое, легкое настроение на эту неделю. И также в вашей голове какие-то творческие процессы. Возможно, вы занимаетесь чем-то творческим. Но также эта карта может показывать таких красивых женщин, но где-то немножечко ранимых, таких чувственных, чувствительных. То есть у вас, конечно, по этой карте настроение может меняться пять раз на день. От хорошего до плохого. И так вот может повторяться. Но в любом случае карта неплохая. Если говорить о стрельцах мужчинах, то большое влияние на вас на этой неделе будет иметь женщина, королева кубков. Это может быть женщина, рыба, рак или скорпион. По гороскопу женщина водной стихии, но не обязательно. Это может быть такая нежная, чувственная, глубокая натура. Да, вот женщина, которая влияет на вас. Друзья, ну тоже вот по этой карте многое зависит именно от ее настроения для наших мужчин. От того, насколько хорошо она будет к вам расположена. Друзья, переходим к вашей второй карте, которая покажет общий фон событий всей недели. И здесь для вас выпала карта «Двоечка мечей». Эта карта говорит о том, что вы в течение этой недели выберете для себя какую-то выжидательную позицию. Вот вы понимаете, что в вашей жизни действительно имеются какие-то проблемы. Но сейчас вот по этой карте я вижу, что вы не делаете ничего или не будете пытаться делать. Вот вы не спешите с какими-то действиями. Вы ждете и, возможно, правильно делаете. Потому что по большому вашему месячному раскладу я видела, что где-то вам лучше действительно не делать ничего, чем наделать каких-то ошибок. То есть, ну, состояние выжидания. И где-то в какой-то степени вы пускаете ситуацию на самотек. Но, конечно же, это внутренние какие-то переживания, которые все же не дают вам по этой карте покоя. Большие эмоции по этой карте. Одна свеча уже у меня затухла. Друзья, теперь переходим к вашим личным отношениям для тех, кто в паре. И посмотрите, вот ваше отношение к вашему партнеру. У вас выпала карта Туза Пентакли, уважаемые стрельцы. Это говорит о том, что вы со всей душой, со всем открытым сердцем, со всем своим чувством относитесь с широкой душой к своему партнеру. Вы всячески желаете ему помочь и оказать какую-то помощь. А вот ваш партнер, его отношение к вам, да, вот как-то неравноценный какой-то обмен энергиями в парах. Вы готовы что-то дать своему партнеру, а он не готов это принимать, брать. И где-то даже он вас, ну, не готов слышать или слушать. То есть он где-то погружен в какие-то свои мысли, в какие-то у него свои планы, которыми он даже может с вами не делиться. Чем-то он, ну, в отношениях я вижу пока расстраивается. Что-то его очень огорчает. Может быть, на ваши отношения в паре как раз большое влияние имеет финансовый вопрос. И вот, может быть, где-то в финансах вот ваш партнер к вам не дотягивается вот к этой планке, либо которую вы ему ставите, либо он сам для себя ставит эту планку. И, может быть, он думает о том, что, ну, в загаданный период времени ему что-то нужно решать с работой и с финансами. Ну, то есть и он может быть в каком-то поиске. Друзья, для тех, кто одинок, уважаемые стрельцы, карта для вас. Для вас выпала прекрасная карта Колесницы Старший Аркан. И эта карта говорит о том, что, конечно же, все в ваших руках. Мужчиновый стрелец или женщина очень многое зависит от вас. Также эта карта предвещает какие-то новые знакомства именно в дорогах. Это могут быть дороги любого характера и дороги на отдых, также и рабочие, деловые дороги тоже не исключено. Но здесь вот вы с кем-то знакомитесь в каком-то движении, да. Вот такая очень карта победителей, успешных людей, карта чемпионов, карта людей, которые довольны собой, своими действиями. И вы считаете, что вы все правильно делаете. Ну, и по этой карте действительно с вашей стороны я никаких ошибок не вижу. Хотя, может быть, где-то излишне вы иногда нервничаете по этому поводу. Друзья, что же происходит в сфере вашей работы и карьеры? Для вас выпала карта Троечка Жезлов. Конечно же, уважаемые стрельцы, вот эта карта, вот наконец-то, хорошая, если говорить о вашей работе. Конечно же, эта карта говорит о том, что она может предполагать собой коллективный труд, когда вы работаете еще с кем-то в одной команде, либо какие-то люди готовы по этой карте с вами сотрудничать. И также вы по этой карте ждете чью-то помощь. Может быть, вы уже сделали какие-то пассы в отношении своей работы, да, какие-то предприняли шаги и теперь ожидаете результата. То есть вы много трудитесь для того, чтобы достичь успеха на своей работе. Конечно же, уважение и признание другими людьми по этой карте вам обеспечено. И карта обещает вам дальнейший рост. Вот пока только-только начинают сходить росточки, и вы только-только ждете в начале пути, да, но карта предвещает на будущее неплохой заработок. Если говорить о тех стрельцах, которые пока были без работы, на этой неделе у вас тоже прекрасные шансы и возможности что-то в своей жизни поменять. И, возможно, даже у вас появится выбор из рабочих вариантов, и вы будете для себя выбирать, что же для вас лучше. Вот, но также эта карта еще может говорить о том, что, ну, вы как бы уже, может, подали куда-то заявки, да, вот написали там, ну, как это называется, свое резюме, и пока подали его на рассмотрение и ожидаете, вот что же вам ответит. Также эта карта тоже может проигрываться. Друзья, ну, если говорить о каких-то новых начинаниях, о каких-то новых сделках, новых проектах на этой неделе, то да, они будут успешными по этой карте. Друзья, теперь смотрим ваше взаимодействие с другими людьми на этой неделе. Уважаемые стрельцы, и для вас выпала карта «Двоечка Пентакли». Эта карта говорит о бесконечных заботах, о бесконечных коммуникациях. Эта карта говорит о том, что у вас этих коммуникаций, ну, даже где-то больше, чем нужно. Ну, где-то даже это общение может, ну, быть перебор, да, но в силу обстоятельств вам приходится общаться с этими людьми, потому что вы понимаете, что в будущем общение с этими людьми может принести для вас либо какой-то заработок, либо еще какие-то дополнительные шансы и возможности вообще в жизни, для того, чтобы решить как-то свои вопросы. Конечно же, карта рутины и умения с этой рутины справляться. Также эта карта предполагает собой то, что многие из вас будут пытаться совмещать несколько работ сразу. И по этой карте коммуникации, вот вы как будто бы общаетесь, можете общаться одновременно с большим количеством людей. Вот какие-то у вас очень большие задачи, вот поставленные на эту неделю. Друзья, ну, конечно, если говорить о деньгах на этой неделе, пока я не вижу больших каких-то денег, но все предпосылки к тому, что вот вы можете все же их заработать с перспективой на будущее, по этим картам есть, потому что какие-то действия с вашей стороны, то, что зависело от вас, вы очень много делаете. Друзья, теперь посмотрим ваше эмоциональное состояние и настроение уже на конец этого периода. И выпала для вас карта королевы Пентакли. Это уже, ну, вторая фигурная женская карта в этом раскладе. Если говорить о женщинах-стрельцах, то у вас есть верная и преданная подруга в образе женщины. Конечно же, это может быть ваша мать, может быть ваша сестра, а может быть кто-то еще. Но здесь как идет совет двух женщин. То есть на этой неделе с какой-то женщиной вы для себя решаете какие-то вопросы, у вас какие-то переговоры. Это может быть, конечно, касаться и финансов, денег, заработка, также и личных отношений. Все это вы можете обсуждать. Конечно же, королева Пентакли, если вы это женщинах-стрельцах, указывает на то, что вы прекрасный человек-организатор рабочих процессов, и денежки вы умеете зарабатывать и знаете, как это делать. И вот ваше упорство, трудолюбие, может быть, где-то даже какая-то педантичность в мелочах приносит вам успех в рабочей сфере. И, конечно же, эта карта на конец недели предвещает для вас какие-то довольно-таки неплохие денежные поступления. Если говорить о стрельцах-мужчинах, то эта карта говорит о том, что во многом ваше настроение в конце недели будет зависеть от некой женщины-королевы Пентакли. Это может быть женщина-телец, дева или козерог по гороскопу. Но также это может быть просто женщина-начальник, женщина-компаньон, человек, который с вами как-то связан по работе, либо в сфере заработка и финансов. И здесь какие-то совместные обсуждения деловых вопросов именно с женщинами. И вполне может быть, что многие из стрельцов-мужчин вот работают где-то в большом женском окружении, потому что у нас есть аж две королевы, королева кубков и королева Пентакли. Конечно, фигурная карта здесь также старший аркан-колесница может показывать личность человека, но это если говорить об одиноких. То есть здесь у нас те, кто одинокие, тоже довольно-таки уверенные в себе личности. Друзья, карта совета для вас на эту неделю. И для вас выпала карта король Пентакли. У нас королей еще не было. Это первый король. Но мы видим, что если вот так вот в связке, то есть король Пентакли и королева Пентакли. Это может говорить о том, что меня смотрят семейные пары. И вот многое то, что касается денег и финансов, зависит от того, как вы решите этот вопрос именно со своим супругом или супругой. То, какое вы примете решение, от этого будет зависеть результат вашего дальнейшего заработка. Ну и также даже для тех, кто не женат, карта короля Пентакли может предвещать, что вам помогает в вопросе финансов некий мужчина, король Пентакли, или и также вам может помогать некая женщина. То есть здесь два человека, которые заинтересованы в том, чтобы вам каким-то образом помочь. Ну и от этих людей, конечно же, могут идти денежные поступления. Также карта короля Пентакли говорит о хорошей организации и хорошей дисциплине. То есть вы дисциплину должны прежде всего в работе требовать в первую очередь от самого себя. Будьте скрупулезны и внимательны в мелочах. Вот если вы что-то делаете, будьте внимательны и изучайте тот вопрос, которым вы занимаетесь тщательно, для того, чтобы не было ошибок. Не верьте никому на слово. По этой карте это карта людей, которые все должны проверить буквально на ощупь. То есть так на слово мы уже не доверяемся. Это мы уже проходили, да, друзья. Ну вот такая вот для вас карта совета. Хорошая организация, которая должна быть прежде всего у вас самих. Теперь давайте возьмем для вас карту, которая ответит на ваш поставленный вами вопрос. Друзья, итак, для вас выпала карта «Старший аркан повешенной». Эта карта говорит о том, что на заданный вами вопрос вот в этом периоде пока ответ однозначно нет. Повешенный говорит о том, что какая-то ситуация пока не развивается, нет возможности к ее развитию, что есть помехи. И, ну, во внешних каких-то факторах, факторах, да. То есть здесь много чего и кого, кто может влиять на ваш вопрос. И, конечно же, ситуация выжидания. Чего бы это ни касалось, любовной сферы, деловой сферы. Может быть, вы задумали какие-то поездки, может быть, что-то еще. Эта карта говорит о том, что, ну, на ближайших полтора-два месяца ваш вопрос может еще находиться в состоянии неопределенности. То есть, ну, по срокам у меня так проигрывается эта карта. От месяца полтора до двух, где-то так вот. Иногда, конечно, бывает больше, но редко. То есть, где-то вот на такой период времени пока, ну, не стоит надеяться на какой-то хороший исход и результат. Здесь пока все-таки еще какая-то большая неясность у вас, уважаемые стрельцы. Друзья, давайте по традиции теперь, ну, объединим, конечно же, вот все, что выпало в вашем раскладе. В вашем раскладе выпало много карт Пентакли. Это говорит о том, что для вас все же основной темой на этой неделе будет тема заработка и тем, как организовать все ваши рабочие процессы. Вот по троечке жезлов мы это видим. Конечно же, вы умеете это делать, и у вас есть энергия и силы для того, чтобы, ну, справляться со всеми трудностями, которые становятся на вашем пути. Друзья, ну, карты довольно-таки обнадеживающие, да, все же они обнадеживают. Давайте возьмем по традиции для вас карты именно для одиноких. Вот что же в ваших личных отношениях, как они будут складываться дальше в ближайшее время, да. И для вас выпала карта Тучи. Эта карта говорит о том, что, ну, есть у вас на сегодняшний день какие-то огорчения, какая-то неясность, какие-то обиды из прошлого. Может, вы с кем-то ссорились, расставались, конфликтовали. И, конечно же, это ситуация неопределенности и неясности. И по этой карте вы как бы плывете по течению пока каких-то негативных событий в вашей жизни. Друзья, ну, смотрим дальше. Так же карта Букета и карта Лисы. Уважаемые стрельцы, вот смотрите, для тех, кто в паре, у кого есть отношения и у кого нет отношений, и для одиноких, вот у вас может быть в партнерстве все же некая игра, хитрость и манипуляция. Для одиноких сердец здесь тоже, вот вы можете с кем-то знакомиться, об этом говорит карта Букет. И вроде бы, ну, как, вами интересуется противоположный пол, да, но почему-то вот здесь идет корыстная цель, преследование каких-то интересов со стороны вот этих лиц. И вы для себя, вы это понимаете, что вас где-то кто-то использует по этой карте, вы это ясно, четко понимаете. Но вот вы не понимаете, что вам со всем этим делать. Ну, давайте для вас возьмем карту совета, которая покажет, какую же линию поведения вам нужно выбрать в отношении вот таких вот партнеров. Карта книги. И эта книга закрытая. Это говорит о том, что вам не стоит свое сердце открывать до конца. Ну, людям, которые, ну, не имеют к вам ни чувств, ни любви. Повод этим картам. Никакой любви здесь нет. И речи о ней быть не может. Если вы кого-то встретите, то вот в ближайшее время, то тоже это могут быть вот состояния манипуляций, когда вами просто кто-то пользуется для решения каких-то своих вопросов. И, конечно же, никакой искренности. Ну, и если говорить о тех, кто в парах, здесь тоже манипуляция партнером все же тоже присутствует. Возможно, ваш партнер вами не манипулирует и, ну, до конца не искрен. Конечно же, эта карта может предполагать еще с собой третьи лица в отношениях. То есть вы можете с кем-то встречаться, да, а у вашего партнера есть кто-то еще на примете. Или даже если вы в паре, никто не говорит о том, что измена уже случилась, но ваш партнер для себя может, ну, по крайней мере, в своей голове рассматривать еще какие-то варианты. Вот, уважаемый, был такой расклад. И для вас вот карта книга как раз говорит о том, что не открывайте свое сердце людям, которые не могут этого оценить по достоинству. И, ну, они недостойны даже того, чтобы вы перед ними открывали свое сердце. Вот таким был для вас расклад, уважаемые стрельцы, на эту неделю. И я надеюсь, что я смогла вам хоть чем-то помочь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите сообщения. Мне, конечно, будет интересно, у кого что и как проигрывается. И всем, друзья, я желаю счастья, удачи, хорошего летнего настроения и не падайте духом. Верьте в себя прежде всего. Друзья, я не прощаюсь с вами, говорю вам до новых встреч, до новых видео. А сегодня всем до свидания.